МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рекомендованных книг для изучения в старших классах. И сразу натолкнулся на такой отпор общественности, резкой критике это все подверглась, этот список. Вы можете объяснить, почему такая реакция на этот список? Прежде всего, конечно, отсутствие системности. Вы его тоже не поддерживаете. Естественно. Отсутствие системности, отсутствие какой-то широты горизонта, видения историко-литературного процесса. При всем том, что в русской культуре традиция определялась не какой-то одной доминантой, а спорой. И была православная традиция, русская культура православна по своим истокам, содержанию. И ее оспаривала, осложняла нигилистическая традиция. Но это было русское поле жизни. Здесь же, получается, в одну и ту же кастрюльку свалили и очерки смуты, и повесть о настоящем человеке, ошельмованную Пелевиным, когда в эскадрилью имени Алексея Мересева принимали летчиков и им отпиливали ноги. Это же куда годится. Потом, какая задача была поставлена составителями этого списка в число поэтов, рекомендованных для прочтения и изучения, не попали, ну, например, Юрий Поликарпович Кузнецов. Из отроческой детской литературы, рассчитанной на юношеский возраст, здесь ничего нет. Куда делась повесть Евгения Платоныча Дубровина «В ожидании козы», Лариса Исарова «Война с аксиомой», Галина Щербакова. Это же как раз вот рассчитано именно на этот возраст. Александр Степанович, вы меня извините, пожалуйста, но вы вот называете такие произведения, таких авторов. Вот насколько я помню, у меня в школе их тоже не преподавали. Но школа – это все-таки обязательный срез историко-культурного материала. А существовало еще и внимание к литературе, внимание читателей. И, конечно, вот когда в 80-е годы мы начали взахлеб прочитывать то, что нам якобы вернули, то нигде не говорили о том, что Рыбаковский роман достоин внимания, но его из рук в руки передавали. Литература – это национальное самосознание. И от этого никуда не деться. И когда вот в этом национальном самосознании все свалено в одну кучу, как будет разбираться ребенок, как будет разбираться русский человек, вступающий в жизнь. Где истина, где заблуждение, где правда, где ложь, где добро, где зло. То есть вот эти расшатанные критерии пугают и настораживают. А поэт в России больше, чем поэт, от этого никуда не денешься. И, конечно, мы должны готовить к вступлению в жизнь, определять нравственную парадигму, по которой человек будет идти. И вот филологический факультет как раз этим и занимается. На плечи хрупких женщин, студентов, девочек выпадает миссия, миссия спасения, миссия защиты, миссия духовной и нравственной безопасности. Александр Степанович, извините, что я вас перебью. Мы немножко уходим на тему про этот список. Вот на ваш взгляд, вот этот список, он вообще нужен сам по себе? Потому что получается, мне кажется, что этим списком нам говорят, что изучение литературы, это, собственно, прочитал определенное количество книг, какие в списке, значит, изучил литературу. Мне кажется, это не совсем правильно. Конечно. Список нужен или нет? Я думаю, что никакие списки не нужны. Не нужны, ибо есть четкое представление специалистов о логике движения историко-литературного процесса. И следуя этому пониманию закономерности становления художественного сознания, каждый специалист, каждый преподаватель сделает акцент на том или на другом. Когда я работал в школе, программу, это была 62-я школа на Тракторном, программу 20-го века мы начали с романа Гроссмана «Жизнь и судьба». Вопреки всей логике, потому что 20-й век вроде бы традиционно начинается с произведения Горького. Это было оправдано, потому что книга, она, кстати, не попала ни в один список, и не была отмечена в вариантах программы, и в стандартах сделали вид, что ее не существует. Вот то, что мы прочли в течение двух месяцев одну книгу, это действительно углубляет представление о национальном самосознании. И формально, как вот сейчас во время подготовки к единому экзамену подходят к информационному пространству, к информационному полю, формально изучить духовное наследие вряд ли возможно. Пусть прочтут две книги, как в девятом классе в былые времена было «Евгений Онегин. Герой нашего времени» и «Мертвые души». Вот три больших книги старшеклассник прочитывал. Да, но вы не боитесь как раз, что если учтям не делать вот такие списки, не выносить туда довольно-таки спорных авторов, на ваш взгляд, то в школе так и будут преподавать Пушкина, Гоголя и Лермонтова. И все. И ученики не узнают, что есть и другая литература собственная. Кстати, между прочим, в программе и в рекомендованных списках и в той нашей советской школе, школе, которая была на рубеже двух эпох, были указаны авторы для так называемого «внеклассного чтения». Это и современные авторы, и представители истории литературы второго плана. Конечно, в школу обратилась и к Владимиру Семеновичу Высоцкому, и были сделаны акценты на освещении поэзии Булата Шауча Акуджавы. И в современной школе, конечно, нельзя обойтись, также и не обходится, я знаю, без поэзии Юрия Юлиановича Шевчука. Это один из знаменитых, выдающихся и тонких знатоков русской души и русской традиции. То есть вы не против присутствия в этом списке современных авторов? Если они русские, если они действительно мыслят по-русски, если они действительно заняты освещением русской души, становлением русской души... Но это же все условно. Вам кажется, что Пелевин мыслит не так, а другому кажется, что он так мыслит? Есть парадигма, есть ось национального самосознания. Что такое зло, что такое добро, где истина, и в чем задача человека. Задача человека в духовном, нравственном становлении, а не только лишь в увеличении своих потребительских запросов. От этого мы отталкиваемся сегодня, сейчас. Это явно не русская линия поведения. И, кстати, между прочим, Достоевский, когда оказался на лондонской промышленной выставке, впервые увидел девятилетнюю проститутку, которая подошла к нему и сказала, что она все умеет. Он пришел в неописуемый ужас. На Руси ничего подобного, конечно, не было. И быть не могло. Ясно, что есть разные этажи жизни, разные уровни жизни. Но, во всяком случае, русское сознание было целомудренным. Александр Степанович, у нас есть звонок от телезрителей. Здравствуйте, мы вас слушаем. Я бы хотела, уважаемый, узнать, какие книги, каких авторов нужно читать староклассников? Ну, совсем маленькие. Второклассников что можете посоветовать? Ну, конечно, видимо, это незнайка, конечно, это русские народные сказки, сказки Пушкина, потому что с этого начинается путь человека в жизнь. Безусловно, то, что характеризует наше национальное самосознание и то, что отвечает нравственным потребностям. Чтобы мы видели, что человек становится человеком. Ну, к литературе надо приучать с самого маленького возраста. Конечно, конечно, конечно. То есть и Пушкина уже читать обязательно и во втором плане. Ну, Пушкин наше все, как известно, и от этого... Вот вы когда отвечали, вы упомянули Высоцкого и Акуджава, но все-таки я вот слышал, что они же тоже относительно недавно появились в школьной программе, ну, рекомендовали их для изучения в школьной программе. Я вот слышал, что когда их вводили в эту школьную программу, то было тоже много споров и было много недовольных, почему Высоцкий и Акуджава оказываются в школьной программе. Сейчас этих авторов исключают из школьной программы и снова недовольство. Может, ничего страшного и не происходит, так и должно меняться все? Ну, во-первых, Высоцкий отметил укорененность русского человека на переломе истории в национальной традиции. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. Он не вернулся из боя стихотворения, и кажется мне, будто я не вернулся из боя. И если появятся авторы, которые отвечают национальным приоритетам, конечно, можно только радоваться, что они будут рекомендованы для прочтения в школе. Вот Захар Прилепин, безусловно, это один из выдающихся современных авторов, но его ни в школьной программе, ни в стандартах образования, ни в этом рекомендованном списке нет. Потому что он все-таки выстраивает человеческую судьбу по линии подняться над суетой. Вот он указывает человеку путь к духовному самоопределению. Александр Степанович, у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вы знаете, ваши слова как бальзам на сердце, то, что вы говорите. Но я хотел бы от вас узнать ваше мнение. Исходя из того, что делает наше министерство, те люди, которые сидят в министерстве, министерство, сладостное такое мнение, что целенаправленно делается упор на уничтожение самосознания, морали человека. Потому что постепенно, не сразу, но по крупинке, по камешку вымывается все самое ценное. Вопрос в чем? Вопрос, как вам кажется? Как вы можете это прокомментировать? Потому что у нас образование, скажем, годом все хуже, хуже и хуже. Естественно, я полностью согласен с вами, потому что действительно, когда-то министр образования Фурсенко на Селигере сказал, что мы должны воспитать грамотных потребителей. Вот порог советской школы был в том, что она готовила творческую личность. Мы воспитываем потребителей и вводим так называемый проектный метод в школе. Чуть ли не с первого класса должны заниматься проектами. Какими, на каком основании, в какой позиции это все делается, никто не ведает. Конечно, когда мы убираем духовную составляющую, то действительно национальное самосознание деформируется, а, проще сказать, разрушается. И человек начинает разъедаться страстями, которые он получает от мира и в которых он, считает, нашел свое пристанище. Нет выхода той энергии, которая должна была бы и указать, вот этот выход указать человеку праведный путь. Александр Степанович, но все-таки можно министра преподает в школах учителя, которых вы выпускаете из университета. Министр-то он далеко, а у учителя-то вот он близко. Дело в том, что если вопрос-то в общем прозвучал, в Липецке очень много талантливых словесников, очень много школ, которые отвечают предназначению школы как таковой, вот та 43-я школа, в которой мы были, 12-я школа, где сейчас вот четвертый курс на практике. Безусловно, каждый на своем месте старается сделать как можно меньше вреда, но указание, что теперь не 4 часа, а 2 часа, и мы должны заниматься просто прочтением, не комментированием этих текстов. Указание это все равно доминирует и висит, как Дамоклов меч над преподавателями. Да, но вот сегодня был сюжет как раз по этому списку литературы, то есть оттуда исключили Куприн, Лесков, ну такие довольно-таки классические произведения. То есть это означает то, что учитель теперь не имеет права преподавать их, собственно, в школе? Нет, конечно, это не означает. А что означает этот список вообще? Этот список как бы очерчивает тот объем информации, культурной информации, наследие наше, которое должно быть освоено, желательно должно быть освоено. Но если здесь и очерки духовной смуты, и Деникинские очерки духовной смуты Натар Думбадзе, Валентин Катаев белеет парус одинокий, как все это дело соединить? И какое же это наследие? Плюрализм, поливариантность, это вещи для образования вряд ли приемлемы. Должна быть стратегия для того, чтобы потом уже подготовленный делал свои оценки, формировать нравственные приоритеты, нравственное самосознание должно быть. Оксана Степановна, спасибо за ответ. Мы вынуждены прерваться на рекламу, встретимся через несколько минут, не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, это программа «Точка зрения» на канале ТВК. Сегодня у нас в гостях доцент кафедры литературы Липецкого государственного педагогического университета Александр Кондратьев и говорим мы собственно о том, как преподают литературу в наших школах. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 235-244. Оксана Степанович, вот у нас в стране в последнее время все время все любят оптимизировать и стандартизировать. Вот стандарты применительно к предмету литературы, вообще можно вот этот предмет установить какой-то стандарт? Естественно, нельзя. Нельзя. И когда пытались, еще шли разговоры такие пропедевтические насчет единого экзамена по литературе, я подумал, будут спрашивать, каким размером написано стихотворение. Но ведь это еще не понимание от того, что стихотворение написано хореем или амфибрахием. Я думаю, нас многие сейчас не поняли. Ну, размеры. Ну, пойми. Хорошо, пусть будет так. Дело в том, что всякая стандартность противоестественна для гуманитарного знания. Мы представляем себе литературу русской, музыку русской, ну, нигде мы не слышали даже и намека на сочетание русская музыка. Ну, есть, конечно, русская школа в музыке, русская физика, русская математика. Такое даже представить себе нельзя. Духовные сферы, духовные составляющие необъемные. И если есть определен базисный фрагмент, он может быть таким или иным. На что сделает опору преподаватель? Как он будет выстраивать системно курс? Это, конечно, уже уровень квалификации. Ну, сейчас, когда, знаю, проводят аттестации учителей, больше всего заинтересованы в осведомленности насчет законодательных положений. Воистину, велик Салтыков-Щедрин, градоначальник, погиб при попытке понять законодательное уложение. А никто не спрашивает, как понимает он тот или иной текст, как понимает ту или иную проблему, спорную, диалог Некрасова и Тютчева в контексте истории литературы. Александр Степанович, все-таки возвращаемся к списку литературы. Вот учителя протестуют конкретно против этого списка, или они больше протестуют как раз против того нового стандарта образования, который касается предмета литературы, и в этом стандарте литературу получило, насколько я знаю, меньше часов в школьной программе. Против чего? Против списка или против стандарта? И список, и стандарт, все вместе. Это как бы две стороны одной и той же проблемы. Потому что нельзя впихнуть, если мы знаем, что в довоенной школе и в школе 50-х годов наш учитель Евгений Петрович Барышников закончил школу после войны и поступил в Московский университет, и он оказался конкурентно способным в диалоге с преподавателями Московского университета и однокурсниками, на литературу отводилось 6 часов. Сейчас сколько? Сейчас отводится в 2 часа. 2 часа? 2 часа это 2 урока в неделю. Да, да. И литература, по сути дела, в старших классах выброшена на периферию, на обочину и от этого страдают, конечно, дети. Рентабельность во голову угла поставлена, но в плане духовной стратегии вряд ли это приемлемо. Ну вот на ваш взгляд, как педагога, вот 2 часа в неделю у вас есть, что можно вообще за это время изучить, вот скажем, ну за весь учебный год в 11 классе? Сколько произведений? 2-3. 2-3. 2-3 это каких произведений, допустим? Ну таких фундаментальных 2-3 произведений. Не получится логики, нельзя будет отследить логику, нельзя будет увидеть закономерности. Почему, допустим, послевоенная пора ознаменовалась в русской литературе возвращением к исходным истокам национального миропонимания? Ведь поэты, вступившие в отечественную войну, мыслили далеко не в традициях. Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал. А закончили они уже совсем по-другому. взять хотя бы нельзя увидеть этих переломов, нельзя будет показать, что художественное самосознание и традиция это не просто воля одного автора, а эти законы, в которые мы вписываемся и которые мы отслеживаем, которые мы должны сделать близкими, знакомыми людям. То, что литература сейчас не входит в список обязательных экзаменов, на ваш взгляд, это как-то влияет на отношение уже самих учеников к этому предмету в школе. И на отношение преподавателей, потому что... И даже преподавателей. Конечно, потому что спросят преподавателя, с учителя, школьного учителя литературы, как его дети написали ЕГЭ или ГИА по русскому языку. А если кто-то выберет один или два из класса итоговую аттестацию в девятом классе или единый экзамен по литературе, это уже их абсолютно не волнует. И всячески стараются даже в школе отговорить. Не вздумайте, вы этого никогда не сделаете, не вздумайте. На самом деле это уже просто безнравственно. Но нынешний экзамен по литературе, его сложно сдать? Естественно, очень сложно сдать экзамен по литературе, потому что колоссальный объем заданий, если даже вот просто представить список заданий по литературе, там полторы-две странички, а экзамен длится четыре часа. Нельзя эту огромную массу материала освоить за те два часа и за четыре часа изложить добротно. Это и знание теории, и знание историко-литературных фактов, и умение сопоставлять, и ассоциативные связи проявить, обнаружить. Конечно, школьные преподаватели очень опасаются, что их ученики окажутся не среди лучших, а теперь у нас бально-рейтинговая система, и каждый учитель не хотел бы быть среди тех, кто проштрафился в чем-то. Понятно. Еще говорят, что планируется объединение как раз двух предметов русского языка и литературы, и вот будет такой общий предмет, и будет он называться что-то вроде словесности. Это обсуждение на какой стадии сейчас находится? Это одна из тех идей, которые выбрасываются на улицу. Есть такое выражение у Достоевского, идея выброшенная на улицу. Будоражит сознание, более безумные вещи придумать нельзя. Эта идея сколько по времени? Вот она уже будоражит сознание. Года четыре она уже так бродит в умах особо рьяных и особо головастых деятелей от образования. Года четыре. Потому что язык и литература конечно взаимосвязаны, но язык отражение национального самосознания, а художественная литература выражение движения национального самосознания. И в художественной литературе конечно человек находит ответы на глубинные вопросы самоопределения, становления, самостояния человека, выбора жизненных перспектив, приоритетов. А если это мы все объединим, что из этого... На Западе литература на уровне предметов эстетического цикла. У нас же никогда этого не было. Наша культура литература центрична. И она на протяжении всей тысячелетней по сути дела истории отечественной словесности оставалась таковой. Она и будет таковой, какие бы предписания, какие бы указания там сверху нам не давали. Хорошо. Вот вы преподаете в педагогическом университете. Учителя, которых вы сейчас выпускаете, они будут готовы преподавать, если вдруг примут вот тот предмет словесность, то есть симбиоз русского языка и литературы, или и учителя будут не подготовлены к этому всему? Естественно, потому что когда решался вопрос о бакалаврах, и там один профиль, учитель русского языка, как можно в нашей школе с традицией, которая укоренена в гимназии, разделить эти два предмета, восстановили все-таки пятилетний период обучения студентов филологического факультета профиль русский язык и литература. Конечно, к какой-то словесности, что это такое? Ну, как вот один из телезрителей позвонил, это один из щелчков по национальному самосознанию. Это один из способов деформации национального самосознания. Александр Степанович, ну, вы сталкиваетесь все-таки с студентами, я думаю, вы не будете спорить, что нынешние школьники, они меньше читают, чем раньше. Естественно, нет. Ну, есть и читающие. Вот с этим можно как-то вообще бороться, или это уже процесс, который не остановить? Нет, дело в том, что потребность в чтении, потребность в мудром слове, в мудром наставлении, она в самой природе человека. И были периоды, когда читали взахлеб, были периоды охлаждения, но восстановление интереса к корням, к традициям, оно всегда имело место быть. И никогда Россия не станет другой, потому что мы выходим из истории русского слова, из истории русской культуры, и все равно ни одним распоряжением тысячелетний код культуры нельзя переделать. Сейчас хотя бы на словах обеспокоились тем, что надо сохранять его. Это уже благое дело. Артен Степанович, у нас совсем мало времени, где-то одна минута. У меня к вам последний вопрос. Вот все-таки вышел вот этот список литературы, вот этот стандарт, о нем вот сейчас много говорят, много протестов. Как вы считаете, вот эти протесты, разговоры, они чем закончатся? Трудно сказать, чем закончатся, потому что нас не слышат или делают вид, что мы ничего не говорим, но что-то уйдет в подполе, что-то будет протекать помимо тех установлений, указаний. Думаю, что все-таки русская культура выстоит и то массированное воздействие, на которое нас обрекают. Александр Степанович, спасибо, что пришли, спасибо, что ответили на наши вопросы. Это была программа «Точка зрения». Сегодня у нас в гостях был доцент кафедры литературы Липского государственного педагогического университета Александр Кондратьев. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова